Ой, нет, красавица после массажа была. Пригласили нас в гости в фото-парти, в одну дизайнерскую квартиру. Как хотите. Нет, тема лучше. Здесь живет очень гостеприимная хозяйка. Несколько лет назад ее не было дома, но мне довелось у нее даже ночевать. Вот такая она гостеприимная. Всех впускать, никого не выпускать. А что, ее так вот весь год можно хранить, эту елку, пыль с нее сдувать и все. Огромная толпа. И одна ко мне подходит, это мы тут хозяйка. Я говорю, нет, я менеджер. А это комната Бабы, да? Это с вами на комнате. С вами на комнате. Балдахон у меня еще в процессе. Тут будет балдахон, посмотри. У меня что, просто это, ну, пещера. А я ее закрыла, ну, непонятно, что это. А сейчас как вот. И тут еще сделаю, тут у меня вот очень красивую лепку сделаю. Вот, цветы такие великолепные, из гипса, да? А кто картину написал? Юлечка. Она тогда первый раз приехала. И Толик, я ему сказала, Толик, ищу художницу. Пришла ко мне одна такая знаменитая. Я хочу ее называть. Очень известная. И, ну, я почувствовала, ну, не та энергия, столько опломба. А мне тут не надо опломб. И тогда я говорю, Толик, мне нужна художница. И пришел ангел, просто эта девочка такая чудесная. Это был первый раз в жизни она рисовала Бабу, да? И вот мы сидели рядом. Сначала, ну, не получалось. У нее ломки были, как на две недели пропадало. Потом опять шли дальше. И вот постепенно, постепенно рождался Баба. И вот так, да? А это я просто ящики мой плотник делал. Это у меня все рамы от картин. Я их красила, да? Даже вот, вот, глядя, я тут на один момент хочу. Подойдите ближе, хочу вам показать. Не хватило мне, мне же, вот, видите, тубочка, но это я привезла, да, вот это. А мне надо было тоже переклади, да? А мне уже не хватило красоты. И были просто плоские. И тогда я что делала? Я его положила плоско. И смешала с клеем горчичные зернышки. А-а-а! Да, это горчичные зернышки с клеем. Потом оно все застыло, покрасило. И вот такая вот бебетка. Отличная бебетка. Да, да, да. Бабука, шок бабуковый, сказочный. Вот такой важный цвет. Ну, ладно, давайте. Очень гостеприимный дом. И виноград как-то появился. Материализовался, да? Мы не нашли виноград, но он сам по себе материализовался. Нет вот этого сценария. Ты хоть тресни. Поэтому все по резонансу. К чему мы притягиваемся, то для нас есть. Спонтанно. Потом, по-моему, это очевидно. Мы же растемся, идем, и у нас вот эти отваливаются заблуждения. Какие-то такие, знаешь, вот... Ой, просто начинаем видеть, как оно есть на самом деле. Мне очень нравится... Такое понятие, ну, в некоторых учениях, вот третий глаз, да? Что такое третий глаз? Здесь как бы запечатано, хранится непорочное понятие о совершенстве жизни, о чистоте жизни. Жизнь, она совершенная и прекрасная, и гуманная априори. Но, как мы видим, вот эта чистота видения, она здесь просто запечатана, она там хранится. С вами говорили, что для меня зла нет. Как мы видим, как мы это оцениваем, через какую призму смотрим, вот и все. Ну, один видит зло, другой видит, что нет, другой видит, что нет. И можно себя проверить. Вот ты боишься сейчас прямо вот умереть, например? Нет, ничего. Вот, если человек не боится, это уже о чем многом говорит. То, о чем многом говорит. Значит, это зрелая душа. Ой, ты что такая-то, а? Ты что такая, вольно? А как тяжело, если что? Это вот цикорий, он-то вот такой великолепный, и на лоб он выписывает. Как тяжело, я не понимаю, откуда у тебя столько мускулов. Я приготовила вот это, не знаю, как вам, но старалась. Оля, наверное, сказка про озвучку, это про тебя. Какая вкусная тюрьма. Какой бы это из правого рукава было, вот так вот, как древняя линия. Я просто живу тут вам оставила. Пирушка. В следующий раз, ребята, будет великолепный итальянский сервиз. Столько там в этом сервизе. И самое главное, он такой радостный. Поймали на слове. Он такой веселый. Безум. И классный. И классный. Ты еще микрофоны перейдешь. Кстати, твоя гитара тут. И там даже написано, не открывать, не открывал. Я где родился, пригодился. Да нет, это не всегда так. Не всегда так, не понимая. А сейчас вот ты выходишь, сейчас такие возможности. На какого профессионального, хорошего номеролога. Он тебе раз в раз посчитал. Не надо к шарлатану. Я не говорю про, знаешь как, услышал, что вижу, по моему. Так. И ты, кажется, что... Станеч, что на самом деле надо посчитать. Я так и чувствовала. Вот не надо быть скептиком. Если ты хочешь жить, тебе радует твоя жизнь. Закрытые коробочки. Это да. А если я чувствую, что что-то... У меня нет ума, наверное, по математике. Математике круглый дурак. Я не умею это высчитать, понимаешь? Но если... Как я умею бить? Умеющий играть. Ну всем что-то дано. Всем что-то дано. А если кому-то дано вот... Нет, потому что, конечно. Бог всем рождал. По своему звездочку. По таланту, конечно. Там немножко... Вот дизайнер, вот блогер, вот Галя Менеджер. Понимаешь? У кого-то свои таланты. У всех что-то дано. Конечно. И ты раз-раз и думаешь, а что я раньше-то? Что я тут сижу в этой блоге? Мне просто надо перейти в другую улицу. И жизнь по-другому начнется. Что я тут принимаю, принимаю, принимаю. Ну сколько можно. Полтинник ударил. Ударит по голове. Полтинник. Всего лишь. Это самый год, чтобы менять что-то. Выступает заслуженная артистка Литовской ССР. Я бы сказала, надо менять что-то. Он сам знает внутри, что что-то надо уже... Не то, что сценарий. А может в прошлых жизнях натворили что-то такое, что должны отрабатывать. Ну и карма, и сценарий, и все, оно вот индивидуальное. А вдруг цифры говорят, что можешь отрабатывать. Но у тебя между этой датой и этой маленький коридорчик, если проскочит, удача твоя. А мы в это время спим. Эдочка, можно я скажу? Можно ты скажешь, да? Я вам скажу, что я, вот ты правильно сказала, я буквально где-то с 18 лет, у меня цель была, задача уехать, уехать. Потому что мне очень нравилось делать деньги. У меня была вот такая, я умела это делать. Не то, что у меня была жадность, но я умела. Я видела перспективы, а в Союзе же так. Все было статья. То есть видение бизнесмена. Да, у меня была вот натура бизнесмена, при том это 16 лет. Я помню, я так ждала свои 16 лет. Я взяла какие-то там что-то, какие-то тряпочки свои, что-то у меня было, не долго отнесла в ламбард, получила деньги, на эти деньги уже куда-то вложила. И вот это вот у меня было горело. Ну, ты спросишь, мужей не придали? Конечно. Это тоже талант. Конечно, это талант. Да, да. И работы находила такие, где можно было делать, я же говорю, на счет машины. Я еще девчонка и машину себе купила, и квартиру, и все это у меня горело. Но я жила в постоянном страхе. Я никогда не знала, я проснусь в своей кровати или в тюрьме. Да. Ну, какая была советская реальность. Это была реальность, да. И, кстати, я там тоже побывала, как спекулянтка. Да. И все. Супер. Да. И вот, у меня была цель уехать. Что я только не делала. Глухо. Вот стена передо мной стояла. Я уже и деньги свои совала, кто евреи тогда отъезжали, цепляла за этих евреев. Я даже эффективно и замуж вышла за еврея, который должен был уезжать. То есть перепробовала все. Все. Мыслимо и не мыслимо. Мыслимо и не мыслимо. Все. Стена и все. Ольга человек активный, она видишь. Это я сейчас спокойна. Спокойна. Да. Представляете, если сейчас Оля спокойная, вообще практически что было раньше. Почти все время в самадхе находится. А что было раньше? Да. Это был огонь и планы. И ничего у меня не получалось. А потом в моей жизни произошло то, что, ну, момент величайшей трагедии в моей жизни. И у меня все. И мне Бог дал десять часов полного отсутствия на земле, полный космос. А это как было? Я росла без матери. Мать-то была, но меня для нее не было. Вот бывает такое. Мой младший брат, вся любовь к моему младшему брату у меня нет. И у меня был отец. Отец был потрясающая, выдающаяся личность. Но знаете, как это бывает? Не очень ценен, не очень понимают. А потом, когда в один миг его не стало, и до меня только дошло, какого что я потеряла все, что у меня в жизни нет ничего. И я так страдала. И я помню, мы в церковь поехали. И я была на границу вождествия, потому что четверо суток не спала. И потом отца привезли из холодильника. Вот четверо суток был в холодильнике, ждали, когда приедет его первый сын от предыдущего брака. И вот ему забыли сложить руки. А ведь по церковному обряду русскому руки его там должны быть. А ему забыли сложить. Они его там сложат, а руки, ну знаете, окоченение от трупа. И тогда одна из служительниц говорит, надо связать веревку. Извините, я немножко буду, все что-то ухожу. Извините. Надо руки связать. А я как представила, он был врач, вот такая специальность. Он вот всю войну прошел с первого до последнего дня. Хирург, блестящий гинеколог, хирург, такой врач. Боже, столько людей живут только благодаря ему на свете. Он там уникальные случаи бесплодия вылечил. Он что только не делал. И раковые операции, и все. И думаю, вдруг ему эти руки свяжут. И я наклоняюсь над ним. Вот так кладу рука. А люди всегда стоят, да, вот всегда, когда батюшка должен. Я вот так кладу с такой любовью одну руку на другую. Я говорю, папочка, пусть руки так останутся. Отнимаю свои, они так остаются. И в этот момент со мной произошло чудо, от которого я узнала, может быть, только через год. Он, оказывается, еще и экстрасенсом был сильнейшим. Потому что вот его больные говорят, Николай Аркадьевич, ну-ка, руку на меня положат, а мне уже хорошо. А я уже себя лучше чувствую. Но тогда об этом вообще не говорили. И в этот момент, когда я его сложила руки, мне этот дар перешел. Я потом многие годы была сильнейшим экстрасенсом. Почему я перестала, я вам скажу, это длинная история, сама чуть не погибла, один случай был. Просто если не меняется сознание человека, да, ты его вылечиваешь, а к нему все возвращается. На другой орган, может даже все возвращается. Создание не изменилось, все, это бесполезно. И тогда я завязалась этим делом. Да, и вот потом, и потом до меня я уже все, я теряла сознание, мне плохо в этой церкви. А потом эта благодать такая, это такая благодать. Мне просто Бог дал на моей грани, когда я сама в мозге, у меня чуть не поехали. И я потом приезжаю домой, а мама в церкви не была, она в церкви не признавала. Я приезжаю домой, и я вся в улыбке, мать на меня, как увидела, как заголосит. Мало того, что мужа потеряла, так еще и дочка, крыша, поехала. И вот 10 часов я была в этом состоянии. И все у меня поменялось, у меня все поменялось. Меня перестали деньги интересовать. У меня полный переворот. У меня тогда был муж, который был на 11 лет младше. Я когда приехала, он меня увидел, он в такой ужас пришел, потому что он знал, его все штучки и номера уже больше не пройдут. Он на меня посмотрел, говорит, ты же совсем другая стала. Я действительно стала другая. А у меня к тому времени, я уже потеряла нежду, чтобы уехать за границу. И вдруг у меня открываются все дороги. Появляется какая-то моя подруга, которая говорит, мы едем в Америку, гостевой фальшивый делает, она потом не поехала, я сама поехала. Вот это моя нашлежка для бездомных негров, и все это на свете. Ну мне, кстати, мой дар, вот этот экстрасенс очень помог, да, он мне очень помог, да. И все. Просто, когда поменялось мое сознание, я уже надежду потеряла. Я уже ничего не делала. Все мне на подносе пришло, понимаете? Все зависит от нашего сознания. Лера, ты согласна? Абсолютно. Сознание первичное, всегда, везде и все. Только про это говорили. Да, да, да. И сколько, а если ты же сама врачу для этого не сделала? Просто вот так это получилось. Да, вот прямо вот так. Ну как не сделала, сколько делала всего? Билось годами, десятилетиями даже, ничего. Как только сознание поменялось, все на подносе. Ну как? Время пришло правильное. Ну это как про Будду же рассказывают, что он перекок и слава. Отпустил, да, все, я тоже все отпустила. Но мое создание это было бы не было. Я не знала, то есть я не собиралась, у меня не было таких мыслей, чтобы жить в путтапарте все время, постоянно. Вообще таких мыслей не было. А с вами меня здесь оставил жить постоянно в 2005 году. Так за полгода до того, как он меня здесь оставил жить, у меня не было еще об этом ни одной вообще мысли, чтобы здесь остаться, жить постоянно. За полгода я вроде бы тоже по случайности, как уберем в кавычки, попадаю в Москве к одному хорошему специалисту по картам Таро. У меня был некий такой внутренний вопрос, вообще на другую тему. И одна моя приятельница, подруга, она пользовалась услугами этой женщины. Она там действительно экстрасенс, такая якобы-то обидящая, и вот хороший специалист по Таро. И она мне посоветовала, говорит, Мира, вот не можешь идти вообще без боязни, она вот такая очень толковая. Ну, у меня был вопрос, говорю, вопрос совершенно другой темы. Я пришла к ней первый раз в жизни, вообще я с картами Таро, еще первый раз его видела. То есть, получается, 2004 год. И она мне вдруг говорит по этим раскладам этой карты, говорит, вы знаете, у вас идет по судьме смена страны. Я говорю, как это смена страны? Я вообще живу в России, я люблю Россию, и никуда не собираюсь уезжать. Я, конечно, у меня есть учитель в Индии, я люблю Индию, люблю, обожаю своего учителя. И почти каждый год сюда я приезжаю где-то на месяц. Ну, я же вообще, у меня мыслей таких нет. У меня прекрасная семья, я востребована на работе. Как это у меня смена страны? Ну, она вот как в воду глядела. А сказала, какая страна? Нет, она сказала, что у вас по судьбе смена страны, где вы будете жить. Нет, она не сказала, какая страна. Но проходит полгода, и все так складывается таким образом, что с вами меня здесь оставляет жить. Я с февраля 2005 года, вот ровно полгода прошло с того момента, я остаюсь здесь жить. И вот уже 19 лет я здесь живу. Ну, и все прописано на самом деле. Все прописано. А это по очень многим моментам, ведь времени нет. Вот этот вечный момент сейчас, который всеобъемлющ, который охватывает все, вот эту полноту и безграничность, там уже все есть. Там все прописано. И только из-за того, что у нас ум очень фрагментированный, очень ограниченный. Мы видим все время все кусками. И для нас возникает феномен кажущегося времени, иллюзия времени. А на самом деле все уже есть, вот в этом вечном моменте сейчас. И мне с вами это потом показало, и я это впервые увидела в 2006 году. Я тогда не знала, что баба мне оставила здесь жить. И прошел буквально год, и у меня на меня просто повалило, повалили вот эти духовные экспириенсы. То есть все то, что написано в книгах, я начала спонтанно проживать. И там я как раз увидела все, что все уже существует. Ничего нельзя создать, придумать, поменять на самом деле. Это только по игре. Из-за того, что все время идет активность ума, он все время что-то анализирует, интерпретирует. Это возня ментальная, которая создает вот эту сансау. И нам кажется, что все так и есть. Мы верим этим мыслям. Ну как же, вот он решил, я подумал, и да-да-да. Все уже есть в этом вечном моменте сейчас, который себя охватывает собой абсолютно все. И вот тут, когда ты выходишь в это состояние, все присутствие и все знания. Это удивительно совершенно. Ну а это вот, это уже божественная реализация. Вот с вами Далтон Давал стал прямо с 2006 года. У меня и раньше происходили такие вещи, но они были очень единичные и очень редкие. А с 2006 у меня просто обвально все это повалилось. И я только успевала как будто дух перевести. Вот на уровне этой игры, вот бла-бла, вот Олечка переехала, вот такой знак. Вот она стала готова. Вот там, не знаю, там, вот Мире предсказали, что там через полгода у нее смена страны произойдет. Вот тут у Рэдочки там что-то сказали. А Александру что-то там... Что бери дед на другую сторону улицы, да? Да, что же. Жизнь. Я просто шла по Алутсайду, это была Пасха. Мы договорились между собой, вот русские, что мы соберемся у Саши Ефимова из Канады, в его квартире, и отметим вот Пасху. И был приглашен бывший один студент Сламин, там, с физгармонией, в общем, он нам должен был петь баджины, ну, мы там тоже подпевать как можем. Вот, и вот такое, значит, мы заказали пироги, какие-то торты в европейской столовой. А я должна была купить фрукты, вот. И я была в Белом Саре, и, в общем, такой вот мы хотели общий стол организовать, ну, так вот, ни на что отметить. Тем более, такая была католическая и православная Пасха одновременно. И вот я купила эти фрукты, и иду такими, ну, такие две овощи у меня, и прямо вот мимо Ашрама иду. Какое с утреннее время? Ну, а он уже с вами был в госпитале, потому что мы уже все молились, ведь какая была садхана, какая была атмосфера, когда с вами лежал в госпитале. Ведь он же пролежал в госпитале, вот, дай бог памяти, сколько это было дней. Вот я тоже сейчас могу ошибиться, значит, если... Чуть в средние месяцы. Да, где-то порядка месяца, около месяца, ну, просто я точно не могу сказать, количество дней, около месяца. И как мы все молились, ведь, вот, Саша, не даст соврать, в европейской столовой утром, вечером мы все приходили в столовую, 108 раз до Ятримиря, с Айго-Ятримой пели. Во всех домах, вот, просто идешь по путапартии, из всех, из-за многих-многих-многих квартир, домов слышно, люди поют. Такая Ятрима, с Айго-Ятримой улицы, все с вами, чтобы у любого вернулись. Идешь по разным, тут улицам, Самаде-Роуд, Четравате-Роуд, или же где-то там в сторону Бастейшена. Импровизированные делали алтарь, такой, значит, какой-то настил такой, ну, типа, паласа, значит, на пол, на землю вернее. Алтарь делали люди, спонтанно подходили и молились петь алтарем, пели Баджаны и молились Бабе, чтобы он себя исцелил и вернул себя вот нам, своим преданным. И вот это было везде, 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 просто везде. Я уже говорю, что он не сделает этого, что он хочет прожить как физическое тело, человек, не уйти как человек, что он одним этим может это все сделать. Человек какой-то принимал? Нет, вроде читала. В его лекциях такие вещи я не встречала. Мы сами ездили тоже к с ваминому госпиталю, там вот, с Таней Пермской, там еще с другими, мы просто стояли, мы знали, где же с вами на окнах, где он лежал. Мы все были охвачены вот этим устремлением, просто вот все футапартия. Это была сплошная, вот как бы, ну, духовная молитва, духовные сарханы, все были устремлены вот к этому. Такое единение образовалось, вот, состояние, атмосфера единства футапартии, пока Баба была вот порядка месяца вот в госпитале. Это было уникально, потому что, ну, до этого оно было, ну, по-разному, естественно. И мы даже видели, когда вот подъезжали рикши, их там, две, три, четыре, пять, они оставляли свои машины, подходили к сваминым окнам, ну, там, там, где можно вставить. И просто стояли, они рыдали, молились с вами, чтобы Баба вернулся. Это надо было вообще все это видеть, это так трогало сердце, что вот все кругом молились, каждый, кто как мог. Людей много не было. Людей туда сильно много не было, да, действительно. А потом, когда уже все-таки, так вот, слушайте, когда, значит, уже, то есть, получилась, наступила Пасха, и я не была в Мандире. Можно подвести? Чуть-чуть, как-нибудь, да. Радится, что сроки, как хорошие времена. Чуть-чуть, как тысячи лет назад, когда никогда не игрался, чувствуется, что как бы сроки, как с ромом каким-нибудь кофе. А очень вкусно, кстати. Да, но это давно, когда мы немножко баловались какими-то напитками, да. Так а здесь просто присутствует что-то? Да, подлила. Так оно даже видно, может чувствуется. Там какой-то алкоголь есть. Это чисто цикорий. Олечка, а что ты туда подлила, родная? Сюда. Ну, признайся, он меня вдохновил каплю коньяка. Кто тут забейте? Говорит, в окрошку пива. Я думаю, ну, тогда в кофе каплю. Заговор, заговор. Все претензии к нему. Типа цикорий, а хорошие старые выдержки. Мне кажется, что я не помню этого вкуса больше. И все только. Да, посмотрите. Я просто никогда не отъебил никогда, поэтому не понял. Что я иду с фруктами мимо Ашрама, прямо мимо ворот. И вдруг я начинаю слышать вой. Вой. И как раз мне встречается Зубират, и она говорит, не за таких глаз вы, это Мира. Ты слышала? А Нил Кумар только что объявил на мандире, что с вами ушел. А для меня как-то это все-таки бредом прозвучало. Какая-то глупость. Я так пожелала плечами и вообще на это никак не среагировала. И с своими фруктами, значит, это пошла там. Делаешь лет на 8 марта. Да, ну, через Пасхи-то сказать. Я пошла там к Саше отнести эти фрукты. А уже просто было слышно ворь. Просто люди завыли. Я не была ворь, я просто шла мимо Ашрама. Около как раз Ганиши-гейта. А потом мне сказали, что Мил Кумар и что-то объявил, и люди просто завыли, просто рыдали. И это что-то было. И я зашла к Саше Ефимову, он был дома. Насколько я помню, в общем, квартира была открыта, я принесла эти фрукты. Мы забрали, девочки, какие-то пироги из европейской столовой. Пришел студент Бабин, чтобы петь баджины, он стал играть. Но никому, конечно, отмечать пасху уже не хотелось. Я была в Белом Сааре, и так мы чуть-чуть друг на друга посмотрели. И пироги уже никому не были интересны, чай, питье. И каждый, ну, кто куда, кого куда потянуло. Я пошла в Ашрам. Я иду по Ашраму, и я видела... Ну, то есть прошло после этого объявления, ну, сколько? Ну, может быть, час. То есть только-только все это свежее. И я и шла по Ашраму, и я видела, в каком кошмарном состоянии в основном люди находились. Люди рыдали. Кто-то хотел вообще похончить просто жизнь самоубийством. Кто-то, кто во что гораст. А на меня, на меня нахлынула такая радость. Я впала в такую экстатическую радость, которая у меня не закончилась ни на секунду восемь месяцев. Вау, вот это да. Восемь месяцев. Я тогда жила у Олечки в квартире. Это был 2011 год, апрель. Я жила здесь, и Ирочка из Новосибирска, наша любимая, мы с ней вдвоем тогда жили у Олечки на квартире здесь. И квартира наша не закрывалась. Приходили некоторые люди, которые прослышали, что у Меры Левченко что-то с ней такого произошло, что из нее счастье и радость просто прет. И она всех просто вот как бы поднимает. Да, поднимает, возрождает, поддерживает. И действительно люди приходили сюда некоторые. Какие не слезинки не было? Я хохотала. Меня с вами настолько погрузил в свое сердце, в его присутствие. У меня вот такая улыбка была день и ночь, я не могла ее убрать вообще. Вообще вот восемь месяцев. Ты его видела как в физическом теле? Нет, я просто понимала, что он везде мяда. Знаешь, я сейчас скажу. Во-первых, это было мощное присутствие в сердце. Вот тут я все время видела языки пламени. Вот они все время шевелились. Это было ровно восемь месяцев, представляете? Это даже удивительно. Ни день, ни неделю, восемь месяцев не проходило это состояние. Не знаю, почему такая цифра, но вот так вот. И вот тут все время я видела вот эти языки пламени. Вот тут бабиное присутствие. Я находилась там. То есть у меня ум был туда погружен. И была вот как бы спонтанная сосредоточенность вот на этом месте. И какая там слезинка, просто я смеялась. И даже когда, вот смотри, получается, что... Ну вот, день Пасхи, да, я пришла в этом белом саре во шрам. Я просто ходила несколько часов, всех обнимала. Во-первых, из меня перла эта любовь, вот эта радость присутствия с вами. Я просто подходила ко всем подряд. Обнимаешь, люди горят. Я говорила, что... Я просто говорила, что с вами вернется, с вами вернется. Я знаю, что баба вернется. Я не... Это неважно даже было, что говорила. У меня просто из меня перла вот это с вами на присутствие. Люди, реакция людей на твоё вот ты. Ну, люди плакали в основном на плече, но они чувствовали вот эту радость, что-то... Вот я помню, особенно Олечка, наша физик, вот эта физик, помнишь, в очках. Она все время говорит, Мира, если бы не ты, я вообще не выжила. Она была в очень большом отчаянии. Она ко мне постоянно сюда приходила как раз. Она знала, что дверь была открыта. И просто мы с ней садились, я и обнимались, я и говорила что-то на потоке. Она говорит, Вера, если бы не ты, я бы не выжила. То, что люди настолько страдали, вы себе не представляете. А некоторых очень настолько это злило, что я счастливая хожу уже который месяц. Что вот у меня прет эта радость, переживание сваминого присутствия день и ночь в течение восьми месяцев. Понимаешь, кого-то это сильно злило. Ну, это вам намокшивая. Вот. И, да, так слушайте, я, значит, ходила несколько часов по шраму, вот, обнимая все время людей. А потом что? Нам сказали, то есть это первый день, как утром, ведь с вами ушел рано утром, там, сколько было? Шесть утра, по-моему. Я точно не знаю, цифры забываются точно, но рано утром. И сказали, что тело на мандир привезут в три часа дня. В три часа дня. И мы, конечно, Таня Пермская, потому что вот Таня Пермская, ну, когда какие-то серьезные исторические события, я всегда искала только ее. И у нас всегда было с ней почти полное созвучие. Но тут она не была в таком состоянии радостного экстаза и блаженства. Я не знаю, в каком она была, но тут я как раз не была с ней. Но вот, например, когда сказали, что вот в три часа, все, я все равно сразу нашлась. Мы с ней много чего в Ашраме прожили за эти годы, именно вдвоем. Когда были какие-то исторические события, я всегда привелась. Потому что вот ее мощное бхакти, ее такое самоотдавание, устремление только к славе, они были абсолютно созвучны со мной. Я никого больше рядом не находила в таком вот созвучии. И, короче говоря, мы в три часа с ней уже как стояли с мужской стороны, там, где решетчатый такой, ну, резной этот заборчик, да, вот, около мандира. И ждали с вами. Ну, в три его не привезли. Там еще, помню, вот, нуля из русского дома. Там тоже была, там, по-моему, вроде бы Рината. Ну, не уверена, могу спутать. В общем, какие-то знакомые, единичные люди там были. Мы простояли, на самом деле, сейчас тоже не вспомню сколько. Ну, часа два или сколько-то. Мы ждали с вами. Но как мы с ней возмущались, с Татьяной, когда мы видели, что такими похоронными венками начали украшать свамин там дом, мандир, навороты вешать вот такие венки, похоронные венки такие вот. И вот такое вообще похоронное убранство стало возникать на мандире. Ну, это было настолько неуместно. То есть параматма, абсолют, который принял форму, оставил, сбросил это тело, как мне все время шло такое вот, покинул тело, сбросил тело. И какие-то похоронные, такие вот традиционные процессы. Ну, ладно, сара. В общем, короче говоря, тело привезли, и сказали, что с 7 часов вечера будет прощание с телом, но оно началось где-то в 8 вечера. И к тому времени начали люди стекаться, выстраиваются вот эти очереди, про которые Сашенька сказал, что вот там вдоль реки Четрава, это потом по... Сай-базар. Да, в Сай-базар, и туда было, в Четравате, но и в другую сторону. Вот там, где нырян русский дом, а нам, они там потом тоже людей подкармливали, там была, кажется, рука в очереди в ту сторону. И нам постепенно сделали навес, ходили в воду, разносили студенты, чтобы люди могли попить, потому что часами люди стояли в очереди. И студенты быстренько сделали такие листовки, где было написано, дорогие преданные, давайте... У меня даже одна листовка сохранилась, я недавно шкаф разбирала, и я нашла эту листовку, буду ее хранить. Это такой исторический документ, можно сказать. Сфотография Горгский. Вот, да. И там было написано, что давайте всем сердцем, мы всей душой молимся, чтобы с вами, наш любимый с вами, вернулся. Вот они ходили вдоль очереди, всем раздавали, вот, в изобилии эти листовки. Вот, и тоже такое было единение. Представляете, вот эти очереди, а я причем многократно, я все время проходила много-много раз, и днем, и ночью. Я практически не спала. Я хотела быть свидетелем. Для меня это вообще, это тело там, якобы там какое-то, оно для меня вообще ничего не значило. Но я хотела все видеть, потому что я понимала, это исторические события. И вот какой был подъем, какое было единение во время вот этого прощания с телом, так называемого, да, как нас кормили, поили, такая была, знаете, предусмотрительность. Сколько было сюда прислано полицейских. Нельзя было ходить обо где. Были только такие огорожены какие-то улицы, прям стояли такие ежи, где был проход запрещен вообще, потому что боялись, не дай бог, теракт, не дай бог, какие-то эксцессы. Но можно было ходить только определенными путями, все было огорожено. Но подъем, вот помощь, если ты там не знаешь, как пройти, что ты в чем-то нуждаешься, все были готовы друг другу помочь. Ну, как всегда, в экстремальных каких-то ситуациях с людьми происходит, да. И что, мир, со мной происходило? Я, значит, вот, как только сказали, открыли мандир в 8 вечера, пошел первый такой поток на мандир, я оказалась в нем, и я захожу на мандир, и вот стоит там посередине, ну, где веранда, стоит вот этот саркофаг, свамино тело лежит, тут сидят студенты, поют баджины, тут сидят преданные европейцы, русские. Вот Ирочка наша сидела там, долго пела, она даже в газету попала, вот ее фотография, она, конечно, очень тоже страдала, плакала, и были, значит, фотографии потом в газетах много. Постоянно пели баджины, день и ночь. То есть трое суток прощания с телом, трое суток поют баджины. И я вот захожу, и думаю, какая сейчас будет моя реакция. Я вижу саркофаг, можно было прямо рядом, совсем прямо рядом пройти такой прощание. То есть останавливаться особо нельзя было, но шла очередь медленно, и прямо сам мой саркофаг. И вот я подхожу к саркофагу, и я начинаю так хохотать, я начинаю так хохотать, как будто Бог во мне, Бог, не я, а Бог во мне, начинает гомерически хохотать над всем этим цирком. И я говорю с вами, это ты, это кукла, это что ты? Никогда не поверю. Ты там не можешь быть. Вот в этом бренном теле, что это, или это мумия какая-то, или может быть с какого-то воска, там не знаю, из чего это сделано, или вообще, чего бы это ни было, если даже это твое тело, тебя там вообще нет. Я не чувствовала, что там есть баба. Для меня это была кукла. Но у меня такой шел смех, счастье, вот тогда баба меня просто опрокинулась в это сердце. И оно стало просто гореть у меня. Этот вот огонь не прекращался в восемь месте, да. И я вот сколько, я выходила, там где-то там, ну скажем, чай попила условно, да, там опять заходила, и все это одно и то же. Только я подходила, у меня вот такая улыбка. Из меня счастье просто прет, вот от переживания, что я переполнена с вами изнутри, и я начинаю хохотать. Хохотать над всем этим цирком, что это просто цирк Шапитон. И вот так оно постоянно. Вот так вот я вот все эти три дня вот так вот ходила. Ну, а все остальные люди, конечно, были люди в разных состояниях. А что это было в таком подобном состоянии? Не знаю. Я не знаю. Может быть и были. Вот Олечка же, видишь, когда ее папа любимый уходил, Господь погрузил ее вот в ее личную историю. Я только погрузил, но не так, как мира. И не только погрузил, а вся жизнь победялась. Да, да. То есть, видишь, какие вещи, они происходят с людьми, но я не знаю, да, у всех это пора. Ну, ведь кто-то, ну, 8 месяцев я сама, как бы, потом, когда это ушло, я, я это, я как раз начала записывать, потому что я, как бы, никогда раньше не записывала свои опыты, у меня всегда было очень много. Но когда я с вами оставил тело, он как, вот какую-то линию провел, и я вот начала все-таки вести дневник. Вот единственное, сейчас я уже больше года ничего не пишу, потому что я настолько уже знаю, что все сон, о чем писать, о чем говорить. Ничего этого нету, это все кажущееся. Мне уже и писать-то ничего не хочется. Вот. Но раньше все-таки я записывала. И вот как раз с того момента. И я это тоже записывала в дневнике. И там много чего интересного. Я даже, как-то было пару раз, что я открывала, читала эти моменты. Там столько таких, конечно интереснейших было озарений, проживаний, данных просто по милости Господа. Вот. И вот, короче говоря, потом вот эти три дня прошли, миновали прощания с телом. Да, мы еще потом тоже было все, это было вообще, не знаю, это была сплошная милость. Короче говоря, был такой момент, когда, может быть, это был второй, второй или даже третий день прощания с телом с вами. Мы оказались несколько человек. По-моему, кстати, все-таки Рината там была. И кто-то, ну, кто-то еще из русских, Тани Пермской с нами не было в этот момент, кто-то еще, человека там 3-4. Мы, там же рядом эти, как они называются, вот эти, ну, не норды, а вот эти корпуса, прям впритык к мужской стороне на мандире, вот эти, мужские, жилые, жилые корпуса. Мы там поднимались просто вечером, когда уже огни или даже ночь, а все равно ушло же прощание, оно уже шло день и ночь. И мы, значит, поднимались на второй, на третий этаж, просто чтобы тоже немножко отдохнуть, и оттуда хорошо видно, виден мандир, виден этот поток людей, там как меняются студенты, которые исполняют баджины и так далее, все это видно. И хорошо видно, все освещено. И вот мы там сидим, я пребываю в этом, продолжаю пребывать в этом состоянии, такого мощного контакта со с вами, что я вся наполнена изнутри, в каждой клетке. И такое знание внутреннее, такая уверенность, что с вами стопроцентно вернется, что это его лила, что да, безусловно, придет момент он наставит тело, но это не конец. Это многоточие, и он заготовил какую-то потрясающую лилу. И это не потому, что я очень привязана к телу с вами. Я как раз к телу с вами вообще не привязана, иначе я бы рыдала бы там. И меня Бог одарил плохим зрением, у меня очень высокая близорукость, я всегда бабу видела примерно, только когда он ко мне близко на Мальдире подходил, я его хорошо вижу. он меня приучил за многие годы воспринимать его трансцендентно. Трансцендентно. Я даже в снах, у меня же было огромное количество снов со с вами ночью, и очень много снов было, когда я в снах видела с вами тонким зрением. А как ты его видишь? В каком виде он у тебя? Нет, в Мальдир, как происходит это прощание с телом с ваминым, и вот такой контакт, и вот эта вот радость, и уверенность, что с вами обязательно вернется, это его будет великая божественная лила, и такое ощущение, вы знаете, настолько, как бы ты находишься в потоке божественного присутствия, структура пространства полностью меняется. Я себя еле сдерживала, чтобы не шагнуть за перила и не пойти по воздуху. У меня так в моей жизни было два раза. Я тогда раньше не понимала, что это такое. Много лет спустя я это прочитала у Шиуробинда. Когда мы находимся в очень высоких божественных слоях сознания, там энергии очень тонкие, но они очень плотные, потому что они очень быстро вибрируют. Впервые я это почувствовала еще в 90-х годах. Вот эта плотность пространства. Почему можно ходить по воздуху и можно ходить по воде? Я себя еле сдержала. Я знала точно, что я могу идти сейчас по воздуху. Потому что в божественных измерениях пространство оно совершенно другое. Оно другую плотность имеет. Вот почему у нас сейчас тоже у всех плюс-минус в свой момент начинается трансформация тела. Вот у меня она идет сильнейшим образом. Потому что мы сейчас все переходим в новое измерение. Оно другой плотности. И наши тела должны перестроиться в эту плотность. И там совсем другие будут возможности. И вот тогда я просто сидела вот так держалась, чтобы не шагнуть. Потому что мы очень реальное было проживание. Ну и все. А потом, значит, вот когда уже непосредственно произошло так называемое ну, не скажу захоронение, сказать не хочется. Вот опустили с вами на тело вот в это, значит, углубление на мандире. И сначала был такой просто холминг сделан из цветов. Так вот было. И, конечно, тоже это было, знаешь, то есть еще пока ничего не тронуто. Весь пол оставался. Ганеш этот оставался. То есть все было как при с вами. И это было хорошо. Было классно. Вот. Ну а потом, конечно, ну это уже другая история начинается уже. Можно мне рассказывать эти истории вообще бесконечные. Можно я немножко добавлю просто то, что ты говорила. Да. Образ с вами мне вот сделал это очень легко. Я как-то так было я попала прямо сидеть перед ним. И вот когда мы сдалека на него смотрим это одно дело. А когда вот прямо очень близко. я вот так глаза подниму а потом думаю ну неприлично так вот так в упор смотреть. Опущу. Опять подниму. Смотрю вот так в упор. И он на меня смотрит прямо вот так на него нет. Это неприлично. И в очередной раз думаю как же мне быть. В очередной раз я поднимаю глаза он на меня смотрит. Потом он берет палец вот так себе под глаз. И вот так его зрачки идут вверх 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 и все. И у меня глаза закрываются и его образ на меня перестал иметь хоть какое-то значение. Ну просто приятно мы его так знали. Ну перестал. Привязка вся ушла. Потом вот еще что я хочу тебе дополнить. у нас такой тут был в смысле в Путапарте был такой он и есть свабин принц. Ты знаешь о ком речь. Это человек который очень много лет просто сидел у свабиных ног. Вот свабида кресли а он у его ног. Он говорит я знал каждое пятнышко до его тела каждую родинку до его тела я знал. Я столько лет просидел у его ног. И бывало так что я даже его ножки растирал ручки растирал он долго сидел что-то у него я его тело знал доизусть просто доизусть и я вам одно точно могу сказать это я переводила бога с отца в стиле я одно могу точно сказать в этом гробу был не сваби его там не было это говорит скорее всего она была восковая копия или что но это был не с вами и еще говорит я вам скажу абсолютно точно я это знаю мне с вами дал это сведение что он вернется в своем теле это это будет величайшее событие до грани эпох до грани изменений колоссов ой ну вот ну я это тоже знала у меня это знание пошел 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 меня разрывало это знание я была тысяча процентов уверена я знала он говорит когда это произойдет столько людей к нему придут которые колеблющиеся которые столько людей но это особое будет время оно придет мы не знаем когда это с вами он об этом не говорил но говорит это да я была на моем социале он тоже говорил он это говорил не один раз он не один раз буквально каждый он всегда это повтор ну это понимаете вот этому много подтверждений потому что много достаточно но относительно общего числа их мало конечно но тем не менее и достаточно много преданных сай бабы к которым он приходил слизь и говорил он их утешал не плачь я вернусь и нет смысле что как прямо все говорят ну конечно же как прямо то он вернется дело не в премию в премию придет это само собой никто тут не об не сомневается дело именно о форме сайте сай-баба понимаешь то есть он людям и снах об этом говорил и много предсказаний разных святых то есть там же есть целая команда людей там во главе одного индуса и это именно команда которые провели огромную исследовательскую работу изучали священное писание поднимали разные там вот эти листья нади нади хригу или что-то подобное и все это изучали и накопали много предсказаний на эту тему много предсказаний что будет какой-то аватар он тогда то уйдет его не будет нет спасибо дочка у него не его не будет вот такого-то до такого-то ну примерно в этом то есть точно не знаю ну везде там было сказано что он вернется это уже потом провели такую исследовательскую работу то есть вот эти все чувствования понимаешь то есть она она была настолько мощная была с вами ну не знаю что лет прошло но я не могла ошибаться у меня все сердце горело я знала тысячи процентов что баба вернется откуда меня пришло некоторые вот как таня пермская она больше ссылалась на с вами на предсказы мне это тоже конечно очень правильно ведь баба он говорил как он уйдет он не говорил что как он человеку не он такого не говорил он говорил на интервью людям есть люди которые были на этом интервью они лично рассказывали что я уйду в реку четравате как уходили вся кого-то вместо нам они уходили через воду я заберу с собой иное количество преданных и даже там была лариса ситникова на этом интервью она сказала с вами а можно я буду с тобой в один момент и нифига думать вот мы потом когда обсуждали вот ты говоришь мы будем в этом да вот здесь вот он дал такую милость заслуга почему так ну то есть он сказал да что да ты будешь со мной сейчас на оказался это на этом интервью когда был этот разговор именно она так попросила с вами можно это милость это милость который опять же срежиссировал господь понимаешь он говорил я думал и почетовать и сам уйдет иное количество требований целью вместе собой вот то есть и там еще разные есть предсказания вот что что он еще пока не совершил вот они пермск она знает наизусть вот эти его предсказания на это не смогли все стоящие сюда достаточно много ну люди были люди которые это все перечитывали все это подняли все это исследовали о чем говорил с вами что он предсказывал что он обещал сделать но пока не сделал это тоже указывает на то что баба еще придется время я об этом не думал у меня просто горело сердце я просто мощно при мощно знала это изнутри себя что да я вот это просто спонталы куба просто но просто это просто было дано милость такая того что у меня горело сердце и я знала что ну видишь а потом я вот уже ну уже много лет спустя там вот с принцем с этим вот благодаря волечке познакомилась когда он со санги туда в частности тут в квартире воли вот и там доме у индусов мне так приятно было и когда подходил переводила ко мне подходили иностранцы были дальше да и иностранцы и благодарили меня за перевод они же не понимали как я чувствую спасибо вы так переводили астролог помнишь что сказал а вы с какого языка переводили с какого языка с английского на русский так я же говорю они не понимали но они меня благодарили за перевод и какой-то парень начал переводить велик молодой парень великолепно переводил этот терпел 10 минут потому что я вот через сердце через себя вот это вот пускаешь это так получается великолепно стулья были а вот это все стулья это все были стулья и там опиливала спинки и также как с вами на кровать это все пилинные стулья спин такой дизайн я еще не видела никогда интересно это я обожаю я люблю такое да это кафель такой да это моя любимая вода это я тут творила уже из разных остатков собиралась ну вояло что да да это очень классно вот это мне нравится я люблю молодец молодец супер тут у меня и синий кирпич и это я больше люблю я ухожу я ухожу меня не удержать я ухожу я ухожу я призван налетать расправила я крылья и лечу все больше набирая высоту я лечу 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 я Он вел меня через пучину лет Ясный свет, дивный свет, Божий свет Подхожу я в этот свет и растворяюсь в нем И мы звучим одной волной и дышим мы огнем Огнем одной божественной любви И мне открылись райские миры Как цветы распустились миры Как цветы распустились миры Я ухожу, я не удержался Я ухожу, я не удержался Я призван налетать Расправила я крылья и лечу Все больше набирать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова